Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку. Сколько нужно времени на изучение китайского языка? Пожалуй, этот вопрос волнует всех, кто когда-либо задумывался об изучении китайского. И, конечно, это время у всех свое. Сегодня я расскажу вам, сколько времени потратила я на то, чтобы довести китайский до высшего уровня. И расскажу, сколько в среднем нужно на изучение китайского языка. Ну что, поехали! Буду с вами откровенно. Я очень люблю этот вопрос. А сколько нужно времени, чтобы выучить китайский? Мне сразу же хочется спросить, а сколько нужно времени, чтобы выучить русский, английский? Помню, когда мне было 14 лет, я начала изучать финский. И тогда я спросила свою учительницу финского языка, сколько она изучает финский. Она ответила, что «А мне не надо его учить, я его уже выучила». «Ты сам понял, что сказал?» И теперь, когда мне задают вопрос про китайский, я всегда вспоминаю ее ответ. Но у меня реакция совершенно другая. Я считаю, что внятно ответить на этот вопрос практически невозможно, потому что даже родной язык мы шлифуем всю жизнь. Мы постоянно узнаем какие-то новые слова, выражения, и даже можем обнаружить какие-то ошибки в своей речи, да, там, например, в склонениях, ударениях. То есть постоянно находимся в процессе учебном, в процессе учебы. Плюс, как я уже сказала, у каждого это время свое. Кто-то язык осваивает очень-очень быстро, потому что четко идет к цели и ежедневно занимается. А кто-то занимается всего два раза в неделю и никак не может доползти до среднего уровня. Все это очень индивидуально, как с английским в школе. У нас у всех есть английский в школе, да, и примерно плюс-минус мы занимаемся английским целых 7 лет, но, как вы знаете, результат у всех разный. Есть такие люди, которые в школе учили-учили, но до сих пор заговорить на английском не могут. Дальше очень тонкий момент. Что значит выучить язык? Заговорить на нем на бытовом уровне? Научиться писать сочинения? Или, может быть, даже переводить? Каждый вкладывает в слово «выучить» какое-то свое значение. Расскажу вам свою историю. Как, сколько и до какого уровня я доходила за какой период времени. В общем, во всех деталях. Смотрите. У меня с китайским все было достаточно быстро. Мечтала я о нем долго, зато учила быстро. Я уже рассказывала то, что мечтала изучать китайский чуть ли не с 5-6 класса, поэтому как-то это все очень долго нагнеталось. А потом, в 17 лет, когда я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на восточный факультет, я наконец-то приступила к изучению этого прекрасного языка. Так как специализация у меня была китайская филология, китайский у нас был чуть ли не каждый день, с понедельника по субботу. Сначала фонетика и иероглифика, потом разговорный и грамматика. Я впитывала все как губка с первого дня. Преподаватели у меня были просто замечательные, давали все четко, системно и гораздо больше, чем предполагала программа. В этом плане мне очень-очень повезло. Дома я, соответственно, занималась каждый день без пропусков. Помню, первое время я от страха сидела занималась даже ночами, потому что нас очень пугали, что выкинут всех, кто будет спать и валять дурака. Уверяю вас, будь вы студентами с Лизы Риной, решай вашу судьбу я, вы бы ехали сегодня на поезде домой. Поэтому я на всякий случай выполняла все домашние задания сверх нормы. Даже делала то, что говорили, мол, это факультативно, вы это можете не заучивать, но я все равно это учила. И даже однажды за такое рвение получила пять с плюсом на экзамене. Помню, чуть не умерла от счастья от такого события. И в ту ночь спала без задних ног. Что касается конкретного времени занятий, то у меня всегда было по-разному. В какой-то день я могла бы заниматься 15 минут, в какой-то день час, и два, и три. И, если сказать честно, я этого времени никогда не замечала, потому что я очень любила китайский язык, и сейчас его очень сильно люблю. Тут, как говорится, когда занимаешься любимым делом, часов не замечаешь. Счастливые часов не наблюдают. Плюс на втором году обучения я нашла двух носителей. Скажу честно, общаться мне с ними было крайне тяжело. Я мучилась, еле-еле понимала, что они говорят. Но очень-очень старалась. Сначала это была китаянка. С ней мы общались совсем мало. Встретились где-то 2-3 раза. Она мне помогла поправить произношение. Скорректировала буквально несколько звуков. А я ей помогла с переводом кандидатской диссертации. Ну, ты даёшь, а? Да, обмен получился неравнозначный, но зато благодаря такому переводу я узнала очень много новой грамматики, много новых слов, и, естественно, у меня произошёл очень большой скачок в изучении языка. А дальше был китаец. Вот с ним мы общались очень-очень долго. По телефону. Почему по телефону? Потому что наш преподаватель разговорного очень советовала, чтобы мы общались с китайцами именно по телефону для тренировки слухового восприятия. Так я и сделала. Брала трубку и днём, и ночью. Тоже, естественно, мучилась, не всё понимала. Но у этого китайца было очень чёткое, хорошее произношение. Поэтому аудирование я тоже хорошо натренировала. Но это было что-то, было очень весело. И это, конечно, дало свои плоды. За два года я вышла на уверенный средний уровень владения китайским языком. И этому есть подтверждение. Через два года учёбы в России я поехала на плановую стажировку в Китай, в Пекинский университет языков. Когда я только туда приехала, меня направили на тестирование для того, чтобы распределить по группам. И вот результат этого первого тестирования показал, что у меня вторая ступень среднего уровня. Я, конечно же, была очень рада. Это было очень лестно для меня. Плюс ко всему, я уже с первых дней начала замечать то, что спокойно понимаю речь китайцев. Это было очень круто. То есть я поняла то, что спокойно ориентируясь в языке, и эти два года действительно дали свои плоды. Через полгода меня перевели на высший уровень. И закончила я стажировку с корочкой о высшем уровне владения китайским языком. Экзамены сдала на 98-100 баллов из 100 возможных. То есть за три года я вышла на высший уровень. Конечно, последний третий год сыграл очень большую роль. За год жизни в Китае мой китайский просто улетел до небес. Я спокойно общалась с носителями, смотрела фильмы, сериалы, писала сочинения. Но, конечно, вопреки стереотипам это все не прилипло просто так. Ошибка многих студентов заключается в том, что, приехав в Китай, они забивают на учебу, думая то, что «А, теперь я нахожусь в языковой среде, ничего делать не надо». Но на самом деле так делать нельзя и, само собой, ничего не прилипает. В реальности нахождение в стране изучаемого языка – это самое лучшее время для учебы. И я его использовала на полную катушку. Взяла себе все спецкурсы по чтению, по письму, по ораторскому искусству, по газете. Все это, конечно, на китайском. И понеслось. Здесь я, наверное, должна сказать, как мне было дико сложно, тяжело, как я мучилась. Но это будет неправда, потому что я всегда получала большое удовольствие от учебы. Для меня это всегда было в радость. И я помню, как после занятий всегда неслась, сломя голову домой, для того, чтобы делать домашку. В общем, я с теплом вспоминаю это время. Самое сложное, наверное, было то, что когда стажировка подошла к концу, нужно было возвращаться в Россию. Вот тут я начала очень сильно нервничать, переживать. Я дико боялась то, что потеряю все, что наработала за этот год. В общем, боялась, что когда приеду в Россию, просто-напросто забуду китайский и уже не смогу так быстро и бегло говорить. Я до сих пор помню, как сидела в самолете и рыдала весь полет от Пекина до Москвы. Я не хочу, я не хочу, я не хочу домой. Я не хочу, я не хочу, я не хочу домой. Ну да ладно, это отдельная история. Как бы мне этого не хотелось, я все же вернулась в Питер. Впереди было еще два курса учебы. Третий и четвертый. И то, что мне дали корочку о высшем уровне владения китайским языком, меня, конечно же, не остановило. Я продолжила учиться переводу, специализированные лексики, читать книги, понимать более сложные тексты. Начала преподавать китайский язык и стала брать свои первые переводы, устные и письменные. Кстати говоря, перевод это прекрасный инструмент для того, чтобы совершить скачок в языке. Потому что, когда начинаешь переводить, это всегда открывается новая область знаний, узнаешь очень много новых слов. И вообще это всегда челлендж, потому что проверяешь себя и узнаешь еще какие-то свои слабые места. Можно пометить, вернуться домой, потренироваться, да, восполнить пробелы. Что касается моих занятий, я продолжала заниматься ежедневно. И не потому, что так надо, а потому, что это стало моим воздухом, моей рутиной. Потому что это моя жизнь. Я поняла то, что китайский язык это мое призвание и это то, что я действительно люблю делать, то, чем я люблю заниматься. А для поддержания языка, помимо переводов и прочего, я полностью переключилась на китайские сериалы и стала слушать исключительно китайскую музыку. И, конечно же, продолжала общаться с носителями. И, к своему удивлению, совершенно ничего не растеряла. И не только не растеряла, но и повысила свой уровень владения китайским языком. Через год я стала чемпионом мира по китайскому языку. Произошло это ровно через 4 года с начала изучения китайского языка. Я тогда еще даже не закончила бакалавриат. Это был конец третьего курса. Здесь уже про чемпионство отдельно рассказывать не буду, потому что снимала про это целое видео. Вы можете посмотреть его по ссылке. Еще один интересный момент. До того, как стать чемпионом, я сдала и чизкей на высший уровень. Для тех, кто не знает, чизкей – это квалификационный экзамен на знание китайского языка, который проводят в Китае. Корочку о сдаче этого экзамена очень любят некоторые работодатели, особенно когда принимают на должности со знанием китайского языка. Так вот, я сначала сдала этот экзамен на 9 уровень по старой системе, причем я стала первым человеком в России, который сдал этот экзамен на высший уровень на территории России. А потом, когда я поехала в Китай, я сдала его уже на 11 уровень. Это последний уровень, который приравнивает меня к носителю. Это что касается бумажек, да, всяких документов. Если говорить о повседневной жизни, то китайцы постоянно путают меня по телефону. Когда я с ними общаюсь, просто звоню, и они не знают, кто на том конце провода. Они всегда думают, что с ними говорит китаянка. А когда я общаюсь с людьми лично, они очень часто мне говорят, и даже друзья, что они забывают о том, что общаются с русской. Им всегда кажется то, что я китаянка. Думаю, вы догадываетесь то, что и после этого я не остановилась в изучении китайского языка. И я сама вижу колоссальную разницу между тем, что было 15 лет назад, когда я стала чемпионом мира, и тем, что есть сейчас. Потому что сейчас я знаю язык через менталитет, а не просто какие-то шаблоны и эквиваленты. Он мне действительно как родной. Язык, на котором часто летят мои мысли. Вообще, я считаю, что язык как пазл, который выстраивается всю жизнь. Это очень красивая картина. И если вы будете шаг за шагом подбирать эти пазлы, наслаждаясь моментом, вы сами не заметите, как заговорите на нем без усилий. Так, меня что-то потянуло на философию. Ну да ладно, давайте подытожим. Итак, чтобы овладеть китайским на бытовом уровне, нужно заниматься не менее года. Причем заниматься нужно ежедневно, а не раз в неделю, как вы понимаете. Дальше. Чтобы выйти на средний уровень, нужно примерно два года. У меня были очень мотивированные ученики, которым удавалось преодолеть этот рубеж и за год. Потому что они действительно занимались каждый день по моей программе и, соответственно, достигали очень высокого уровня. И уже через год ехали на стажировку в Китай. Понятное дело, что тут все достаточно индивидуально. И еще более индивидуально все для достижения высшего уровня. Для кого-то это три года, для кого-то пять. Ну, в среднем три-пять лет. А дальше уже шлифуем вглубь и вширь. Заполняем пазлы. А теперь ваша очередь. Рассказывайте, изучаете ли вы китайский или, может быть, другие иностранные языки? Какой у вас уровень? Сколько изучаете? Обязательно пишите все в комментариях. Мне очень интересно почитать. Хочу познакомиться с вами поближе. Ну, а на сегодня у меня все. Если вам хочется больше видео о китайском языке, смотрите мой плейлист, который так и называется «Китайский язык». Оставляю здесь ссылку. Там вы найдете много классных видео о том, как начать изучать китайский. Мой первый урок китайского языка. Каких ошибок стоит избегать. Как я занимаюсь китайским, английским и русским с дочками. И многие другие. Не забывайте подписываться, ставить лайк и до встречи в следующих видео. Пока-пока!